Ну что ж, давай с вами потихоньку начинать. Зовут меня Нечаев Денис, мы с вами в течение 40 минут посмотрим, что такого интересного появилось в новой версии ZBrush, о которой в 2019. Семинар этот сделан для того, чтобы вы уже могли более акцентированно идти на наш курс по ZBrush и, соответственно, понимать, какие новинки, какие новшества в самой программе нашего курса будут вам непосредственно раскатаны. Как раз вот в августе у нас с вами обновится программа, у нас в центре учебном по ZBrush, соответственно, как раз курс будет читаться уже по 2019 версии ZBrush. Все, что нужно по программе нашего семинара, вам сейчас расскажу. Вы по мере моего рассказа готовьте и копите вопросы, как только, соответственно, закончу. Я думаю, что минут еще 10-15 у нас с вами останется на вопросы, которые вы сможете мне непосредственно позадавать. На всякий случай, если кто-то еще не знаком с этой программой, ZBrush на самом деле достаточно уникальная программа, которая одна из очень немногих программ, работающих с трехмерной графикой, работает по принципу цифрового скульптинга. То есть вы, как заправские скульпторы, будете вылеплять из некого такого виртуального пластилина, нужного вам фигуры, соответственно, за счет этого у вас будут получать достаточно интересные, красивые и правильные трехмерные модели. Конечно, изначально создавалась эта программа для нужд персонажного моделирования, то есть идеально, конечно, можно будет вылеплять разнообразные сложные персонажи с учетом не только общей анатомии, но и с учетом всяких разных мелких деталей. Царапинки, трещинки, морщинки, все это можно будет очень детально и очень тщательно прорисовать. В дальнейшем ZBrush, конечно, развивался. Сейчас есть очень много инструментов, которые позволяют создавать и более технические объекты. То есть, в принципе, сейчас программа ZBrush представляется как универсальная программа, с помощью которой можно будет создавать объекты любого плана, начиная с органики, заканчивая уже разнообразными техническими устройствами. Есть свои определенные плюсы в скульптурном модели, конечно, есть определенные минусы, связанные с тем, что обычно пользователи, которые приходят ZBrush, с других трехмерных программ, нападают в 3D Max или в Maya, Немножко, конечно, в интерфейсе и в способе управления объектами путаются, потому что все чуть-чуть по-другому, немножко непонятно. ZBrush сделана как программа на стыке между программой трехмерной графики и того же самого Photoshop. То есть здесь вы больше рисуете, нежели двигаете какие-то объекты, как там 1, 2, 3, 3, Max или какие-то там компоненты наподобие полигонов вершины перемещаете. Здесь все будет чуть более художественно и чуть более творчески. С одной стороны, это очень прикольно, с другой стороны, являясь случаев, не всегда удается сделать какие-то ровно точные объекты, что достаточно легко сделать то же самое, как в ZBrush возникают с этим некоторые сложности. Но все это так или иначе можно побороть, можно набить себе руку и в инструменты ZBrush, которые позволяют те же сам технические объекты создавать. Принцип программы очень интересный, очень правильно, действительно, позволит вам серьезно расширить возможности ваши как трехмерного дизайна. Итак, интерфейс программы достаточно необычный для трехмерных программ, то есть у вас будет одно поле, в котором он будет непосредственно работать. Ну и, соответственно, ZBrush позволяет вам работать как в режиме рисования, создавая все трехмерные рисунки наподобие фотошопские, но только с этого объема. И позволяет работать с трехмерными объектами, делать из них уже, соответственно, нужного скульптинга, для того, чтобы впоследствии эти объекты либо уже красиво визуализировать в самом ZBrush, либо перебросить тоже самое в ZBrush до последующей анимации и до последующего текстурирования или визуализации в том же самом V-Ray или в короне. Касаемо рисования, все на самом деле достаточно просто. Есть у нас некие инструменты, которые будут называться двухсплайномерные кисти, которые позволяют как раз работать в режиме рисования. Есть сами кисточки. В качестве формы кистей выступают так называемые альфа-изображения. Альфа-картинку, естественно, можно будет подгружать, то есть любое растовое изображение. Его можно будет импортировать, и, соответственно, уже какие-то интересности с вашего собственного изображения можно будет сделать. Если в дальнейшем захочется сделать на поверхность вашего объекта, ну, там что-то наподобие эффекта рыбьей чешуи, достаточно найти в интернете красивую кинку чешуи, правильно ее обработать в Photoshop, то есть сделать там контрастнее, возможно, какие-то шумы убрать, загрузить, и уже можно будет это чешуей или рисовать, или, соответственно, какой-то скульптинг делать. Сам процесс рисования достаточно стандартный, то есть просто рисуются, получают картинки всякие разные интересные линии, и все отлично с вами получается. По факту можно будет как рисовать вверх, в плюс, добавляя какие-то такие вот объемности интересные, можно будет рисовать в минус, делая всякие интересные та же дырки. То есть в плане рисования все достаточно стандартно будет непосредственно происходить. Плюс, помимо самого рисования, есть еще и всякие разные инструменты, с помощью которых можно будет нам уже делать, редактируя наши рисованных объектов, то есть если делать какое-то такое стартовое облако для нашего рисования. Есть, например, тот же самый Photoshop-ский палец, с помощью которого можно будет нас с вами уже эти всякие формы интересные размешать. Ну и в дальнейшем уже можно будет что-то такое подделать в нашем объекте. Нечтое такое, нечтое такое. Чуть-чуть где-то поджать, что-то, соответственно, где-то вытянуть. То есть все очень гибко происходит, даже на уровне рисования двухсплайномерного, когда фактически у нас будет получаться растовая картинка с некоторым эффектом объемности. Тоже все очень так интересно будет непосредственно получаться. Естественно, все это в дальнейшем можно будет и текстурировать, то есть есть в нашем распоряжении разнообразные материалы, с помощью которых уже можно будет прямо в ZBrush добавлять всякие интересные красивости, что-то такое уже интересно будет выходить. На самом деле, кажется, вроде что это не такая очень важная и полезная функция. Понятно, что вряд ли вы будете особенно сильно в ZBrush что-то такое объемно рисовать, но по факту, помимо того, что средства рисования можно будет в дальнейшем применять для наших реальных трехмерных объектов, в ZBrush есть замечательная функция, которая позволяет любой ваш рисунок, который рисуете в таком двухсплайномерном варианте, то есть фактически обычное растрое изображение с неким объемом у нас с вами получается. Так вот, этот рисунок можно будет в случае необходимости захватить. У нас получается помимо захваченной текстуры еще и захваченная альфа-картинка с уровнями высот нашего рисунка. И мы с вами можем в случае необходимости на основе этого нашего альфа-изображения сделать уже реальную трехмерную модель. То есть был трехмерный рисунок, после этого у нас с вами будет получаться уже непосредственно трехмерная геометрия. Ну, у нас немножко такие компьютеры чуть-чуть потормаживающие. Ну, по факту, вот наша модель такая получается. Трехмерная модель, дальше уже с ней можно всякие интересные штуки делать. То есть даже на уровне простого рисования уже можно будет достаточно интересную геометрию применять. Но, конечно, это все некие вспомогательные функции, связанные именно с трехмерным моделированием. Основная плюшка – это то, что вы можете ваши объекты правильным образом скульптить в ZBrush. Итак, можно будет взять в качестве основы какой-то простенький примитив, перейти в режим работы структурной геометрии и, соответственно, дальше начать с этим объектом делать все что угодно. Как только вы превращаете ваш объект в интертируемый полигональный объект, в вашем распоряжении оказываются всякие разные интересные кисти, с помощью которых можно уже будет на с вами, собственно, добавлять разнообразные мелкие детали на поверхность нашего объекта, и что-то такое вот уже интересное будет на с вами выходить. Есть несколько кругольных камней правильной работы ZBrush, связанных с тем, что все-таки любые действия, которые мы с вами сейчас выполняем, это так или иначе воздействие на сердце нашего объекта. Мы двигаем вершину, двигаем ребра, двигаем полигоны. То, что кисточка, когда мы с вами начинаем что-то такое выдавливать, ну, или взять, например, тот же самый инструмент Move, с помощью которого часть геометрии можно будет на с вами спокойно перетаскивать. Я фактически вот эту свою полигональную сетку, вершину растягиваю, тяну, что-то такое будет на с вами уходить. В базовом варианте работы с трехмерными объектами, когда вы подобную операцию делаете непосредственно в том же самом 3D Max или в Maya, у вас будет явно образ растягивать сетка, и это на самом деле не очень хорошо, когда часть объекта имеет сетку частного, часть объекта имеет сетку редкую, понятно, что в этом месте сетка редкая, я уже не смогу эффективно выполнять скульптинг в моей геометрии. Поэтому у 17-й версии ZBrush появилась очень замечательная кнопка, которая включает у каждой из культурных кисточек режим, который называется Sculpt Pro. Этот режим позволяет добавлять локально в тех местах, где вы производите скульптинг, более частую геометрию. Рисуете, и, соответственно, у вас будет получаться более частая геометрия. То есть даже если я буду делать какие-то совсем мелкие деформации моего объекта, у меня будет получаться все равно в этом месте более детальной геометрии. Это крайне прикольно, потому что уже можно будет забыть о каких-то действиях, правильных, неправильных, связанных с изменением геометрии нашего объекта. Нужно будет что-то такое от нас с вами вытянуть, да, не бога. Хватаю, начинаю вытягивать, начинаю вытягивать, вытягивать, вытягивать. Сетка перестраивается, 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 что-то такое уже торчащее будет от нас с вами получаться. Второй способ, который позволяет те же самые вещи делать, даже немножко более в правильном варианте. Если я хочу все равно в итоге получить более-менее регулярную сетку, чтобы можно было с вами уже действительно на выходе получить геометрию с регулярной сеткой. Есть у сопряжения ZBrush, замечательный режим работы, который называется Dynamage. Это, наверное, один из самых ключевых вариантов работы с объектами в этой программе. Дайна в смысле динамическая, динамическая сетка, которая позволяет на самом случае необходимость во время работы с скульптингом автоматически сетку перестраивать, делать ее по-прежнему регулярной. Определяем стартовую частоту в нашей сетке. Ну и когда кнопка на меж нажимается, у нас вот такая каста получается. Мелкая и очень регулярная сетка. Хочу я сделать, например, из своего шара что-то наподобие Патрика, Московской звезды. Мой инструмент Move можно будет дополнительно для того, чтобы у нас с вами получился симметричный объект, включить симметрию. Ну и, соответственно, начинаю тянуть. Это будут наши руки. Видно очень хорошо, что у нас при деформации растягивается сетка. Но динамический режим позволяет нас с вами все это автоматически пересчитать. Снова получается сетка аккуратная, регулярная, симпатичная и ровная. Вытянули, отдеформировали. Что-то такое вот нас с вами будет уже выходить. Местами немножко странно выглядящая. Сетка нас с вами пересчитывается. И это на самом деле очень прикольно. То есть имеется возможность всегда работать с сеткой нужной плотности. Независимо от того, какая у нас с вами будет получаться деформация, слабая или сильная. Всегда у нас с вами будет получаться аккуратная сетка. Это крайне прикольно. Правда, совершенно понятно, что в итоге, когда мы с вами будем перетаскивать нашу геометрию, в тот же самый 3D Max для того, чтобы уже эти объекты как-то анимировать. Конечно, сетка подобной плотности нам с вами в Max совершенно не нужна. Если планируют, что это будет персонаж с костями, такая плотность сетки, а суммарно сейчас у нас с вами получается почти что 290 тысяч полигонов. Это немножко избыточный вид, изменит избыточное число полигонов для нашей модели. Поэтому первая плюшка, которая у нас сами есть, которая не то чтобы появилась, а обновилась в 19-й версии ZBrush, это у нас с вами новый улучшенный механизм для топологии модели. И в старых версиях ZBrush вот эта функция была на самом деле совершенно чумовая, которая позволяет нам одним щелчком мышки фактически из сетки совершенно как угодно нарисованный, собранный там объект из разных частей, совершенно разным количеством полигонов, получить сетку равномерную, ровную, аккуратную. Это на самом деле крайне прикольно. В новой версии этого модуля ZBrush они добавили улучшенное обнаружение грани объекта, то есть в старом варианте, если, например, есть у вас край объекта с резким углом, иногда он немножко сглаживался, приходилось там дальнейшими руками эти вещи как подправлять. В новых версиях он, соответственно, умеет учитывать края объекта, в краях так называемых полигональных групп частей нашего объекта, и, соответственно, получается более контролируемая сетка, не общезализанная, а с учетом особенностей геометрии, с учетом краев геометрии. Это на самом деле крайне прикольно. Давайте посмотрим, как это на ZBrush работает в реальной нашей ситуации. Что-то брать и рисовать в самом ZBrush не буду, попробуем такой вот уже процесс рабочий рассмотреть мы с вами. Например, в Maxi нарисован такой вот объект. Как видно, все отрисовалось достаточно произвольно, то есть разные части объекта у нас с разным количеством полигонов, суммарно получается там чуть больше, ну почти что 11 тысяч полигонов. Попробуем все это перебросить в ZBrush, что-то с этим пистолетом такое вот интересное и посредственно делать. Итак, сам процесс передачи геометрии в любых программ ZBrush, он на самом деле достаточно стандартный. Есть на самом деле для программ наподобие CDMAX. Немного более удобный вариант связывания ZBrush с CDMAX, например, либо с MAI. Есть замечательный модуль, который называется GOSS, с помощью которого можно будет, соответственно, напрямую перебрасывать модели из программы в программу, то есть в том плане, что если что-то будет меняться, у нас с вами в ZBrush, автоматически какие-то изменения будут происходить у нас с вами в 3DMAX, то есть некая связь у нас с вами будет получаться. В данном случае мы с вами напрямую все это сделаем, не будем этот модуль сейчас устанавливать по 3DMAX. Новая версия 2020 у нас только что поставилась, поэтому ничего еще не настроено, поэтому в лоб из 3DMAX экспортируем нашу модель в ZBrush. Стандартная команда экспорта, формат экспортирования без вариантов этого бюджета. Единственное, что у нас с вами ZBrush потребляет, назову все это я GAN. GAN. Ну и в MAX, конечно, есть при экспорте готовый шаблон настрой, который сразу можно будет выбрать. Как видите, практически любые 3DMAX программы у нас с вами есть вариант настроек экспорта. То же самое ZBrush убираем, ничего не меняем, экспортируем. Поругается, что не нашел материала, ничего страшного. И в самом ZBrush обычной команды import. Нашу бюджетную модель мы с вами благополучно загружаем. Причем на самом деле импорт ZBrush замечательный, скажем так, интеллектуальный. Он контролирует сетку и, соответственно, если видит, что что-то неправильно, предлагает всякие разные варианты решения. Типа геометрия содержит нестандартные полигоны больше, чем четырехсторонние полигоны. И предлагает решение проблемы. Соответственно, оставляет только треугольники, либо комбинирует четыреугольники с треугольниками. Выбираем вариант четыреугольники с треугольниками. Плюс нашел какие-то еще неиспользованные вершины. То есть в результате полимоделинга Max какие-то вершинки остались неудаленными. Также можно будет, соответственно, сказать, что да, давай-ка-то еще вершину удалить, что все у нас с вами правильно будет получаться. Ну и в итоге такая вот модель у нас с вами уже с ZBrush будет получаться. Модель, которая у нас с вами получается, она, естественно, приходит как единый объект. Ну и на самом деле в режиме работы с единой геометрией, конечно, с вами будет работать немножко неудобно. Если, например, я начну что-то делать со своей ручкой, так или иначе будет цепляться соседняя часть нашего объекта. Поэтому как у нас с вами в Max разбита наша модель на отдельные элементы, рукоятка, ствол и прочее-прочее, можно будет сразу автоматом разбить на подобные элементы в ZBrush нашу модель, что можно было, например, только тот же самый скульптинг делать для ручек нашего с вами пистолета. Подобная вещь в ZBrush называется soft-tool. Совершенно стандартная опция. Я могу автоматически разделить на отдельные части. Мой пистолет, это называется полигруппы. И там будет на самом деле автоматическая команда, которая так и зовется autogrups. Нажимаем на нее, и вот все наши элементы, которые, соответственно, были в 3D Max, они на эти самые полигруппы у нас автоматом разделяются. И как только эти наши отдельные полигруппы автоматически получились, я их могу разделить на отдельные компоненты. То, что в 3D Max называются элементами объекта, здесь у нас с вами будет называться soft-tool. Также есть у нас с вами команда автоматического разбиения. Ну и в итоге после этой команды все отдельные части нашего с вами пистолета, они поразделяются. И теперь я могу легко в случае необходимости с этими компонентами работать. Могу найти, например, ту же самую свою рукоятку. Супс. Секунду. Как-то я так вот неудачно схватил, и окошко с полигруппами сделал очень маленьким. Неправо. Ну ладно, найдем. Вот наша рукоятка. И теперь, когда я буду что-то такое скульптить интересное, будет, соответственно, происходить действие именно с ней. То есть фактически так же все по компонентам на с вами можно будет работать, запрашивая, в этом плане никаких проблем будет на с вами. Ну так вот, видно, что у нас с вами сама геометрия нашей ручки неоднородная, неровная. Поэтому наш замечательный ремешер, способ с помощью которого можно будет придавать нашей геометрии регулярный вид. Есть новый вариант ремешера, у которого появились две кнопки, типа Detect Edge, определяет фактически ребра нашего объекта, или Keep Criss, сохранять жесткие перегибы геометрии. То есть можно будет настроить в ZBrush'е нужные ребра, задать им жесткость, чтобы при сглаживании они остались на с вами жесткими. И, соответственно, этот ремешер все это будет учитывать. Также оставили на всякий случай вариант замешера, который был в предыдущей версии ZBrush'а, который 2018. По непонятным причинам было у меня несколько раз, что новый ремешер выдавал при ретопологии модели ошибки. Тогда приходилось переключаться на старый вариант, и все это нормально получалось. Но по факту кнопка ремешера нажимается, все это просчитывается, и вуаля, аккуратненькая геометрия. То есть то, что было, и то, что стало. Причем в случае необходимости вы можете сами контролировать частоту получаемой сетки. Есть прямо конкретное численное значение, называющееся Target Polygon Count. Здесь можно будет определять желаемое количество полигонов, которые у нас в итоге будут получаться. То есть ничего не нужно руками пересчитывать, пересовывать. Получается крайне аккуратная сетка в данной технологии. Причем, как вы видите, краешки нашего объекта достаточно успешно нашлись. Ну, не везде, все-таки в некоторых местах он все это подсглаживал, но это потом все-таки можно будет подправить. Самое, что главное, у нас с вами получается очень крайне симпатичная, аккуратная регулярная сетка. На которой уже можно будет что-нибудь интересное порисовать. И, соответственно, в дальнейшем можно будет что-то такое интересное в этом месте поскульптить. То есть уже можно будет какие-то там скульптовые вещи с этим объектом замечательной выполнять. Также эта ремеша, на самом деле, очень большой подспорь в работе. В любой тип геометрии, если требуется сделать более-менее адекватную сетку, автоматом не руками все это пересовывать, а автоматически. В этом плане все, она с вами будет получаться совершенно замечательно. Вторая плюшка – это тоже новинка. 19 версия забраша. Замечательный механизм улучшенных логических операций, булевских, то есть объединения, либо вычитания нашей геометрии, то, что называется snapshot 3D. В забраше был, естественно, был и есть стандартные варианты подобных вычитаний. Есть подобные варианты и для динамической сетки, есть подобные варианты и для софтулов. Но то, что предлагают нам сейчас именно в плане объединения вот этого нашего замечательного менеджера, Lightbox, и, соответственно, новый модуль, который называется snapshot. Это крайне прикольная и очень интересная штука. По факту все это работает следующим образом. Найду я в своем неудачно уменьшенном саптуре. Как, кстати, у меня это получилось? Найду, например, ну вот эту вот часть, скажем. Идея того, что мы сейчас с вами будем делать, она достаточно простая. Если провести какие-то аналогии с другими трехмерными программами, с тем самым 3D Max, или с Maya, я могу нарисовать в Maya 3D Max линию, типа сечения моего будущего профиля, и, соответственно, эту линию просто выдавить. У меня будет получаться трехмерный объект с какой-нибудь определенной толщиной. В дальнейшем могу его как угодно использовать, в том числе и для будущей операции, что-то там такое вычитать интересное. В ZBrush пошли дальше, я могу использовать для подобного вырезания либо выединения обычные альфовские картинки. То есть я могу взять там прямоугольную альфу, и, соответственно, этой формой из реального трехмерного объекта сделать какое-то вырезание. Плюс, если на какой-то причине не будут устраивать стандартные формы, есть уже прямо в коллекции ZBrush'а готовая подборка технических альфа-картинок. Можно будет в лайтбоксе найти новую вкладку, называющуюся Spotlight. И, соответственно, здесь есть такие вот всякие разные интересные коллекции. Ну, что-нибудь типа такого, например. И вот такие вот наши альфа-картинки присутствуют. Все, что мне требуется сделать, врубить еще один замечательный редактор, который называется Spotlight. Он активируется нажатием кнопки Z на клавиатуре, чуть-чуть, чтобы оттормаживать. Я могу выбрать любую альфа-картинку, которую хочу для этого выдавливания использовать. И могу эту альфа-картинку схватить и как-то вот так вот поставить, например. Само альфа-изображение можно будет делать больше или меньше. Его можно будет в случае необходимости крутить. Его можно будет не масштабировать профессионально, а вытягивать по ширине и по длине. То есть делать с ним можно будет все, что угодно. И самое главное, я его могу спрорецировать в том виде, в котором сейчас смотрю на свою модель. Типа сделать автоматическое выдавливание и сделать еще и автоматическое вычитание, либо объединение с имеющейся геометрией. Замечает эта кнопка, видев фотоаппарат, который так называется Snapshot 3D, то есть делать типа трехмерный снимок. Если просто щелкаю по фотоаппарату, работает режим Add-добавления. Если щелкаю по фотоаппарату с альтом, у меня будет получаться отличная дырка. Если включить наш режим показа живого наших логических трехмерных операций, то, соответственно, уже можно будет увидеть, что у нас в этом месте... Сейчас, сейчас, сейчас. Да, проблему себе нашел на голову. У нас в этом месте будет уже непосредственно получаться отверстие, которое у нас на рендеринге отлично будет показываться. Чисто визуально... Сам процесс вычитания выполняется следующим образом. у нас с вами появляется еще одна фигура в виде вот этого вот нашего замечательного полукруга, который работает в режиме читания. В случае необходимости эту нашу фигуру можно будет подвигать, ее можно будет спокойно с контрлом покопировать. Ну, и в итоге, когда мы с вами уже будем получать наше финальное изображение, отлично вырезанный контур. То есть рисуете в том же самом фотошопе или в люстраторе любую картинку в виде сечения вашего объекта, загружаете ее как альфу непосредственно себе в ZBrush, и автоматически можете этим нашим изображением, раствором прорезать или добавлять к имеющейся фигурам нужной формы. Все отлично будет у нас с вами получаться. Ну, или... Сейчас попробую еще найти деталь. Ну, пускай вот эта вот такая деталь. Можно будет какую-то другую коллекцию загрузить, но что-то типа такого вот, например. Вот такая вот альфа-картинка. Снова редактор Spotlight. Снова все это оттаскиваю. Как-то вот так вот вставляю. Ну, и так же. Все сделаю чуть-чуть побольше. Может быть, немножко сделаю поуже. И по шее, наоборот, для пущей красивости. Может быть, сделаю побольше по высоте. И та же самая история. Сальтом щелкаю под кнопку Snapshot идет у меня непосредственно влезание. Также можно будет в случае необходимости эту форму благополучно покопировать вдоль нашего ствола. И у нас с вами в итоге на рендерге будут получаться замечательные сквозные отверстия именно в этой детали. То есть через нее должен быть виден наш ствол. Все, что так миленько, красиво у нас с вами будет получаться. То есть разнообразные формы, которые требуют для нас с вами именно прорезания разнообразных дырек и отверстий или, наоборот, добавляя каких-то новых элементов. Сейчас это стало все намного проще. Не нужно будет мучиться с реальной трехменной геометрией. Все отлично будет получаться. А, да, спасибо большое. Да, visible count, точно, точно, точно. Это я случайно дерну. Такая штука у нас с вами будет непосредственно выходить. Прикольный момент, который есть в нашем распоряжении. Ну, это не такой вариант не совсем кардинального изменения и добавления, но все равно достаточно прикольная функция. Раньше были очень большие проблемы, когда работали с обтулами, присвоить разным обтулам разные цвета базовые. А теперь у нас появляется среди плагинов, замечательный плагин, который у нас с вами обзывается Z-Color. Такое вот окно замечательно появляется разнообразно цветами. Ну и, соответственно, если включить специальный режим, который позволяет нам с вами fill object, заливать наши объекты. Теперь можно будет выделять любой из софтулов. Выбирать любой цвет и, соответственно, этому софтулу присваивать нужный цвет. Любой софтул. Убираем цвет и присваиваем софтулу нужный цвет. То есть можно будет, в принципе, уже спокойно сделать такое классическое, трехмерное, как в других трехмерных программах, выделение нашего объекта по цвету. Все очень так симпатично будет получаться. Типа мелочь, но все достаточно приятно. Итак, объект у нас с вами достаточно такой интересный получается, с всякими разными выемками и проездами. И на рендере у нас с вами тоже все получается достаточно хорошо. Стандартный отрендер, который Best Preview Render, который по-прежнему, если мы с вами хотим получить возможность последующего композинга наших изображений, в том же самом фотошопе, нас с вами предложат на выбор разнообразные варианты посчитанной картинки. Цвет, глубина, тенюшки и прочее, прочее. Понял совершенно, что, в принципе, если, например, подключить тому же самому ZBrush, еще одну замечательную программу, которая называется K-Shot, сторонний рендер, который достаточно долго уже с ZBrush дружит, то даже на основе базовых материалов, того самого K-Shot, можно будет получать очень красивые картинки. Но мы с вами, люди достаточно опытные, прекрасно понимаем, что, в принципе, если говорить про качественный рендер, то, скорее всего, все равно вы будете обращаться к рендерным подобием V-Ray, либо Corona, либо к какому-то стороннему рендеру. То есть сам процесс визуализации объектов в ZBrush именно связанный с фотоэлистичной визуализацией. Все сделано, конечно, немножко не так хорошо, как в рендере. По большому счету, и в задаче ZBrush это, конечно, не входит напрямую, но, тем не менее, хочется иногда получить какую-то прикольную картинку непосредственно сразу в ZBrush. Поэтому еще одна, тоже не то, чтобы совсем кроугольная дополнительная плюшка, но очень такая забавная штука, которая появилась в 19-й версии ZBrush, это то, что называется Non-Fotoristic Rendering. По факту в процесс визуализации добавили достаточно большое количество фильтров, очень похожих по принципу работы, ну, отчасти похожих по принципу работы на те же фотошопские фильтры, с помощью которых можно будет получать уже картинки в определенной художественной стилизации. Типа есть у меня такой замечательный пистолет. Ну, смотрите, пожалуйста, самый простой вариант, чтобы добиться, добраться до нашей фотоэлистической визуализации, есть в нашем лайтбоксе уже предустановленные шаблоны подобных вариантов рендера, которые сразу можно будет использовать. Можно будет увидеть вклад, который так и будет называться Render Sets или Filters, на котором будут показаны превьюшки того, что будет на самом итоге получаться, и варианты итогов график, которые будут у нас непосредственно получаться. Ну, что-то типа такого, например. Comic Color, двойной щелчок по нужному шаблону, он, соответственно, загружается, применяется. Ну, и когда, соответственно, загрузился, применился, нам с вами остается лишь делать наш Best Pre-Render, но только он уже будет считаться не стандартным образом, а теми настройками, которые у вас непосредственно в шаблоне получаются. И что-то такое вот на самом деле забавное будет уже выходить. Достаточно плохо выглядящая художественная фактилизация. Все очень прикольно получается. Чисто физически все это сделано следующим образом. Если забраться в настройки нашего рендера, то там можно будет увидеть появившуюся вкладку, зовущуюся BPR Filters. Ну, и по факту нас сами предлагают, изначально достаточно много уровней этой нашей стилизации, и на каждый из уровней стилизации можно будет загрузить свой собственный фильтр. Типа первый уровень, то, что называется Flat Shading. Плоская визуализация, отменяясь в трехмерии, все считается в плоском виде. Естественно, можно будет загружать какие-то другие варианты, типа там тоже самое Blue. Уже, соответственно, что-то такое уже а-ля развитые видео на сайте будет получаться. Второй вариант нашей стилизации, это, соответственно, какой-то там вариант обводки по неровностям, ну и прочее, прочее. То есть помимо того, что можно будет смотреть то, что нам с вами предлагают в качестве готовых вариантов стилизации, можно еще и будет в случае необходимости побродить по ним и, соответственно, собрать свой собственный вариант стилизации, который нам с вами понравится. То есть вариантов выбора очень много, совершенно разноплановые варианты создания подобных видов рендера. Ну, конечно, проще еще начинать именно с стандарта шаблонов, чтобы примерно представлять, какие из настроек рендера нужно будет выбирать, чтобы получать тот или иной вариант рендеринга. Но сам процесс, как видите, достаточно несложный. Практически по дальнейшим методам перебора можно уже будет понять, что и как нам с вами будет продать. Единственное только, что мне по-прежнему не удается... Если захотите в дальнейшем сделать обратно стандартный рендеринг, без всяких эффектов красивых, есть вариант стилизации, который называется Default. По факту мне бывает проще гораздо не искать по этому красивому списку. Можно будет в дальнейшем просто загрузить готовый шаблон фильтр, соответственно, в стандарте папочки, заброшен найти этот фау-дефолт, чем быстрее будет получаться. Ага, сейчас, секунду. Это у меня вылетел с заброшен. А так, на самом деле, очень прикольный вариант подачи объектов, то есть для каких-то таких художественных работ, когда нужно будет сделать такой а-ля мультяшный, какой-то специальный стиль визуализации картины, вот этот вот нейрористический рендеринг, все очень прикольно будет непосредственно получаться. Сейчас наверняка что-нибудь из фикс-сейла загрузим. Ну, отлично. Из дополнительных полезностей, которые на самом этаже появляются в новой версии заброшен, это, конечно, прежде всего, новая система папок в софтуле. Вещь совершенно замечательная. Раньше можно было организовывать софтулу в папке, но фактически с самим папкой мы ничего сделать не могли. В 19-й версии добавили, наконец, возможность управления папками. То есть можно будет софтулы, помещенные в папку, одновременно двигать, вращать, масштабировать и прочие там вещи делать. То есть можно будет какие-то трансформации применять. Плюс можно будет делать на основе папок те же самые логические действия, наподобие вычитая, например. То есть все очень здорово будет получаться. Чисто физически это таким образом будет на сами смотреться. Стандарт внизу, который называется New Folder, позволяет на сами сделать папку в списке софтулов. Можно будет в эту папку просто обычным перетаскиванием, поперетаскивать нужные объекты. Найду сейчас я корпус. То есть можно чуть более логично, нежно просто разбиение нашего объекта на отдельные части, организовать работу с нашей геометрией. И появляется такая замечательная штренка в нашей папке, которая позволяет, например, добавить варианты управления нашей папкой. То есть то же самое перемещение, например. Сейчас, секундочку. Это похоже, что очень много чего подобавлял. Да нет, сейчас, секунду. И, соответственно, все, что находится в папке, она с вами будет двигаться, масштабировать, вращаться. Это крайне прикольно. То есть не всегда удается на уровне создания объектов правильно разбить наш объект на соответствующие поле группы, чтобы потом автоматически поделить все это на соответствующие саптуры. А теперь можно будет уже эти ошибки так или иначе исправлять в случае необходимости самим организовывать правильную струю наших объектов и все чуть более удобно будет у нас с вами в этом плане получаться. Плюс, если мы с вами, возвращаясь снова к вопросу рендера, если хотим мы с вами немножко получить более удобное управление видом нашего объекта ZBrush, чтобы можно было настроить правильное условие рендера нашего объекта, добавили, наконец, дополнительные настройки к нашей камере. То есть она фактически стала еще похожа по некоторым параметрам на ту же самую 3D Max камеру. Похлад, который у нас с вами отвечает за сам процесс создания, то, что называется Draw, появляется раздел настроек нашей камеры. То есть можно будет управлять и фокусной длиной, можно будет в случае необходимости... Можно будет управлять и углом зрения, и прочее-прочее. То есть всякие уже разнообразные варианты отображения объектов с той же самой классической перспективной деформацией уже можно будет с вами делать. То есть типа как бы мелочь, все равно мы с вами понимаем, что вы будете в основном, конечно, рендерить дальнейшие ваши объекты в том же самом 3D Max или в Maya с помощью того же самого Vray. Возможно, например, за счет какого-то специфического варианта рендера сразу автоматом получить нарядно выглядящую картинку с нужными настройками вида тоже бывает очень прикольно. Все чуть-чуть у нас медленно применяется. То есть тоже какого-то мелочь, но приятно уже, по крайней мере, можно будет более контролированно получать какие-то финальные изображения с учетом особенно вот этого нашего нефтатаристического рендера. Из дополнительных моментов, которые у нас с вами также появились в ZBrush, можно будет теперь напрямую сразу в ZBrush создавать текстовые объекты. Среди плагинов у нас есть замечательный плагин, называющийся 3D Text и Vector Shapes. Помимо того, что можно будет текст написать, выбрали у него шрифт и прочее, прочее. Можно будет в случае необходимости управлять той же самой толщиной нашего текста, можно будет, соответственно, регулировать фаски в случае необходимости. Если вдруг захотим мы с вами сделать наш текстовый объект чуть более высокополигональным, чтобы убрать эти самые ломанные линии. Есть разнообразные настройки наподобие того же самого резолюшина, который позволяет разрешение нашего текста сделать чуть больше. Все это будет получаться более аккуратно. Ориентируясь на наш снэпшот и возможность вычитания из наших трехмерных объектов форм, сделанных за счет альфа-картины, теперь можно будет загружать в ZBrush изображение в формате SVG, то есть векторные файлы, и, соответственно, также сделать на основе них трехмерные объекты. Наряду с возможностью создания нашего текста, чуть пониже будет возможность загрузить так называемые вектор shapes, векторные формы, сделанные в формате SVG. То есть если вы программа наподобие того же самого иллюстратора, сохраняете ваш файл в ZBrush на формате, ну и, соответственно, все, что вам потребуется сделать, этот файл найти, открыть его, и он на самом деле загружается. Ну, в нашем случае он загрузится как обычный саптур, который в дальнейшем можно будет нас с вами и подвигать, его можно будет сделать больше-меньше в случае необходимости. Так, сейчас, секунду, от чего это мне хочется нам перетаскиваться. Странно, ну и понятно. То есть уже можно будет с ним любые действия делать, можно будет делать его больше-меньше, также можно будет в случае необходимости настраивать разрешение нашей модели, сделать там, соответственно, более симпатичное. То есть в этом плане тоже все отлично будет получаться. То есть очень многие вещи, которые раньше были у нас с вами достаточно автоматичны, связаны именно с какой-то такой плоской геометрией, которая в дальнейшем будет у нас с вами вычитаться, добавляться, накладываться там в другие поверхности или там скривляться по другим поверхностям. То, что раньше у нас с вами создавалось достаточно нутри тяжело, теперь в этом плане все попроще у нас с вами будет получаться. То есть, как видите, достаточно много еще прикольно появилось в 19-й версии ZBrush, помимо функций стандарта, которые были до этого, теперь у нас с вами чуть-чуть получше с визуализацией в ZBrush. То есть, по крайней мере, какие-то бутяшки разнообразные вещи можно уже будет в таком стилизованном рендинге делать. Ну и плюс, конечно, возможность на основе альфа-картинок или на основе соответствующих файлов делать сразу готовую геометрию, которую у вас и вычитается, и добавляется к имеющей геометрии. Это тоже будет в дальнейшем достаточно большая прибавка к возможностям по созданию стандартных объектов в ZBrush. Ну, отлично. По программе семинара мы с вами читались. Если какие-то вопросы будут оставаться, пожалуйста, чатный вопрос задайте, с удовольствием отвечу. Если вопросов нету, успехов, удачи. В случае чего, если дальнейшие вопросы будут возникать, пишите мне эти вопросы на почту. С удовольствием вам также точно все отвечу.